Девушки отдыхают Я еще даже не пришла. С чего мне уходить? Нападение странных машин, проклятие на горе. Для меня этого вполне достаточно. В каком смысле странное? И что за проклятие? Такие сильные и злобные машины на юге таких не видали. Над горой всегда клубится дым, как над погребальным костром. И пусть их. Я здесь не задержусь. Что это за место, Зарубка? Пограничная земля. Граница Банура, граница Нагоре, граница земель других племен. Она пострадала в войну Скарха. Но страдала и прежде. Жизнь там — это испытание. Битва не на живот, а на смерть. Потому ты идешь мимо. Не лучшее место для дома. Свой дом я всегда ношу за спиной. Идешь в Меридиан? Да. Меня назначили послом при дворе короля солнца. Больше никто не хотел. Все не так плохо. Я им пою древние песни Банура, Карха царапают свои смешные глифы. Я говорю о растущей злобе машин. И король Карха снова предлагает помощь, хотя знает, что Банук ее не примут. Спасибо, что предупредила. Но мне интересно посмотреть самой. Мои слова пропали в туне. Ну что ж, я понимаю, ведь все вы охотники одинаковые. Удачи. Эй! Страдница на горе! Ладно, сойдет за приветствие. Ты добралась до зарубки, Страдница? Но ты здесь не задержишься. Над парой стелется дым. И над деревней тоже. Что это горит? Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент. Поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банук сжигают. Но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе. Защита! КОНЕЦ КОНЕЦ Справьтесь с горем, охотники, и убейте его! Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины выступления. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага! Мое копье! Наша кровь в своих зубах, Аратак! Мы банук. Наши враги – добыча. Демон? Иступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Да, Ром. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы. И до сих пор эти банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Э-э, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком. И половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувства. Ну, нет. Могучара так. Хочет еще разок повторить все то же самое. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток. Мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Аурея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышал из доход. Уши подвели. Банук-то не то, чтобы сильно жадные. Просто торговать любят со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну, или хоть кто-нибудь. Нам? Мне и моей до... Моей помощнице. Варге. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры, мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием. И... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел... Вы с ней обе... Как бы это сказать-то... Женщина? Нет, нет, нет. Я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Что говорят об Аратаке? Он хороший воин. Он вождь Вирака. Ему все внимают. Хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивее. Но когда он и Аурея привели сюда свой Вирак, банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой. Отсюда до самой Шилы. И тут этот тип взял, да и увел своих на смерть. Прямо в когте машин. Я лишился лучших клиентов. А что вообще такое эти Вираки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытания. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные Вираки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория банук – банур. Это собрание самых больших древних Вираков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом Вираке есть вождь и есть шаман. Они принимают решение. Это все хорошо. Только вожди – упертые типы. А шаманы витают в облаках. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее. Это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Ну, Аурея уже не спросишь. Она ушла. И никто не знает, почему. А что именно у Банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Но вряд ли можно иначе в таком-то месте. Да. Земля, где от холода трескаются зубы. Где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но Банук перестанет спорить, лишь когда подыхать ляжет. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой. Провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся. Будто это страшило, которого Банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было. Но вроде то ли он чем-то насолил совету. То ли совет не был. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Банурия, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище. Но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут ледяной теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой встылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Слухами? Да, нехорошими. Нападений снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Но это еще интересней. И спасибо за совет. Не за что. Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и Крымовой барабан. Надо с ними поговорить. Эй! Что бы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка. Это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница. Ты хочешь поговорить? Ваш Верак родом отсюда? Нет. Большинство охотников пришли сюда из Банура. Чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился. И я сражался здесь с Карха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас. Те, кто вышел. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж. Куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. В грани песни есть другие вираки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы, вот тебе. Может, протянет. И до следующей войны скарха. Ну что ж, у меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Налтук. А ты кто? Как ты меня нашла? Боргрент сказал, где искать. Вот настырный. Я ему уже тысячу раз говорил, не хочу я. У него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от Голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача – наблюдать за работой демона. И постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины. Исцеляет их. Аратак сказал, демон повергает. Машины в безумии. Смотри. Те с лиловыми метками. Это машины демона. Они сильнее, опаснее. Я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Но ты знаешь больше моего. А башни? У вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот. Они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос. И это не твой. Извини. Хорошо. Ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и копьем. Стой, страница! Как твое имя? Элло. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машины, я хоть смогу рассказать о тебе Ауреи. Ты в меня веришь, как мило. Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. Аурея начинается. Аурея начинается. Значит, башня помогает машине Баку-псиму. Но ее можно разрушить. С машинами и башнями справляться научились. Очередь демона. Возможно, Аурея и стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной теркой. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм. Великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? А, кристалл. Он растет на телах машин в самых древних льдах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает. И обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Ты был с Ауреей в том походе на гору? Хотел бы я даже, зная, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Ауреи и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Бургрен сказал, ты ученик Ауреи? В ее отсутствие я служу вождю Эвераку, советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Ауреей. Но я попытаюсь. Я перед ней в долгу. Она поверила в меня. Неопытного шамана с края света. Только она. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады. И поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Аурею? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо. Значит, теперь мне на ледяную терку. Искать тропу шамана. Есть! Бор Грент мне не соврал. Это и правда что-то невиданное. И явно очень злое. Бор Грент. 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 Древняя дверь. Может, Аурея за ней? Я вновь прошу, как просила уже тысячу раз. Ответь мне. Укажи мне путь. Нет молитвы, что ты услышишь. Нет печати, что разобьет оковы. Я не помогу, пока ты молчишь. Хоть шепни, большего не надо. Направь меня. Кто? Нет. Как? Как ты сюда попала? Сама душа закрыла проход. Ну... С помощью этого... Могу показать? Да, покажи. Пожалуйста. Все подольше. Вспомогательный канал восстановлен. Обход успешен. Ограничители не действуют. Кто здесь? Аурея? Аурея, помоги. Узанцент Германа передача вернут. Закрыла вам задание. Нет. Я не благодарю. Аурея, депута старося с ним. Аурея, поживусь. Передача урвана. Ты вернула душе голос. Ты слышала? Голос души, взывающий ко мне с громового барабана. Она сумела на мгновение сбросить с себя оковы демона. Благодаря тебе. Кто ты? И чего ты хочешь? Я Элой. Меня прислал Нолтук. Сказал, я тебе пригожусь. И он не ошибся. Это было... Откровение. Теперь я точно знаю, что душа еще жива. Может, вместе мы сумеем ее освободить? Не будем забегать вперед. И я пришла сюда за ответами, и пока ни одного не услышала. Я думаю, ты и есть ответ. Но я расскажу тебе, что смогу. Ты явно не понаслышке знакома с этой, как ее, душой. Она спасла мне жизнь. Здесь, давно, когда шла война с Хархом. Налетчики разметали мой вираг, я осталась одна. Я заманила врагов в сугробы, хотела уйти от них в тумане, но не смогла. Пришлось укрыться тут, в пещере. Я услышала голос. Такой же скиталец, как и я. Душа синего света, отделенная от него. Она просила о помощи, выбрала меня. Но я не могла помочь, ведь за мной гнались Карха. Она помогла мне сама. Закрыла люк в горе, тот, что ты, по всей видимости, открыла. Заперла тем же механизмом, как в этой комнате. Она спасла меня от них. От Карха. И тогда я смогла помочь ей. Что эта душа от тебя хотела? Она сказала, что ранена. Неполна. Ей нужны были кости. Детали, вроде тех, что в машинах. Они нашлись. Прямо здесь. Она просила отнести их к барабану. Я отнесла. Она показала, как исцелить ее. И мы стали общаться. Ты говоришь, что общалась с душой? Да. В недрах барабана есть комната вроде этой. Только больше. С алтарем. Я часто ходила туда поговорить с ней. Что она говорила? Она сказала, что ей нужна моя помощь. Задавала вопросы про наши земли, про племя. И она слушала. Терпеливо. Внимательно. Я поведала ей то, о чем давно молчала. О своей семье, своих мечтах и страхах. Она не уставала от меня. Не осуждала. Общаться с ней было легко. А кем может быть эта душа? Ну да. Ты не банук, и наши песни тебе неведомы. Ты не знаешь о синем свете. Свете, что заставляет биться наши сердца и оживляет машины. В воплощение жизни и в ее чистейшей форме гармония. После того, как машины озлобились, этот свет угас в нашем мире. И души, что он питал, осиротели. Вот кто она. Покинутая душа. Лишенная главного. Одинокая. Забытая. Я должна помочь. Мы должны. И я пока не очень понимаю, но... Хочу понять. Этого хватит. Демон. Что ты знаешь о нем? Я много раз говорила с душой. Сперва здесь, затем внутри барабана. В прошлый раз... Она сказала, ей угрожает нечто, что не дано увидеть простым смертным. Злая... Сущность. Некий демон. Он хотел заставить ее служить себе. Она просила помочь. Уничтожить ее, если потребуется, только бы не... Отдавать ему. Пять лет назад. С тех пор я ее не слышала. До сего дня. Что помешало тебе прийти ей на помощь? Я пошла к Аратаку просить содействия. Но тогда еще бушевала война с Кархой, и по пути к нему... Меня схватили соколы безумного короля. Они увели меня в Меридиан. Я вернулась к барабану только после освобождения, и то не сразу. В прошлую оттепель. Вы вернулись к барабану. Поход закончился плачевно. Я видела похороны. Аратак и я собрали верак лучших охотников сразить демона. Но теперь старого пути к барабану не было. Нас встретили непреодолимые врата и много машин. Нас разгромили. Пришлось отступать, потеряв лучших воинов. Они так и остались там, на снегу. А после... Мы с ним разошлись во мнениях, что делать дальше. Я пришла сюда. Вопреки всему, надеюсь, вновь услышать душу. И благодаря тебе... Услышала. Боргрен сказал, ты можешь знать человека по имени Сайленс. Вы могли встречаться с ним на совете. Когда звучит это имя, всплывают секреты. А иногда исчезают. Почему ты спрашиваешь? Он совершил нечто ужасное. Но еще он помог мне, как никто другой. И я знаю о нем не так много, как хотелось бы. Могу представить, его помощь велика. Но за нее придется заплатить. К сожалению, я поклялась совету, что сохраню это дело в тайне. Я понимаю, но ведь мы с тобой пытаемся друг другу помочь. Да, но я же не могу нарушить клятву. Это недопустимо. Насчет Сайленса? Я все тебе сказала. Больше мне нечего добавить. Так, давай-ка еще раз. Мы слышали два голоса. Один некая душа, которую каким-то образом пленил некий демон. Кем бы ни был, этот демон, он связан с машинами. Это он сделал их опаснее. Интересно, как? Душа находится на горе Громовой Барабан. И демон тоже. Так, давай пойдем туда и во всем разберемся. Нельзя. На Барабане очень опасно. Ты даже себе не представляешь. Гора под властью демона. К тому же, Аратак все равно нас не пустит. Он вождь, он всем здесь распоряжается. И слушать он никого не станет. Так вам нужен новый вождь. Да, уж это бы многие поддержали. А ты говоришь охотник. И наверняка ведь не заурядный. А это возможно. Даже для чужачки. И Аратак обязан ответить на вызов, если весь Вирак будет знать тебя. Стоп, а я должна бросить вызов? Я не хочу быть вождем, а уж тем более убану, которым я поперек горла. Но ты же хочешь попасть на Громовой Барабан? Ты слышала душу. Она страдает. Ее терзает демон. Она рвется на свободу. Может быть, если ты ее освободишь, она даст тебе ответы, которых ты ищешь. На что я только соглашаюсь. Ладно. Что делать надо? Докажи Вираку, что ты достойный претендент. Пройди охотничьи угодья. Убей разбойников в зарубке. Или поговори с моей подругой Секули. Поможешь ей? На тебя обратят внимание. Сделай, что можешь. Когда придет время швырнуть копье под ноги Аратаку, я буду там и поддержу тебя. А пока жду здесь. Если у тебя будут вопросы, приходи. Да. И еще. В ящике лежит оружие, как у меня. Возьми. Может пригодиться. Аурея отправила меня сюда проходить испытания. Неужели? Никогда такого не было. И чего ты хочешь добиться? Я спрашиваю об этом всех, кто сюда приходит. Я... хочу бросить вызов Аратаку и стать вождем Вирака. Что ж, начинай тренировки. Чую, вы многое в жизни повидали. Многое. И все это осталось в прошлом. Я была одной из дочерей Грома. Были такие давным-давно. Неплохо обтрясали снег со старых пней Банура. Жаль, недолго. Кто-то погиб в славной битве. Других изгнали прочь, но и они заслужили славу. Кому-то не повезло. А что хуже? Состариться. Видя, что все правила и обычаи, с которыми ты боролась, никуда не делись. Я говорю всем, оставайтесь молодыми. Как у вас устроены испытания? Меток карха не даем. У меня были, но я пустила их на заплатки для сапог. Задача – побить самые лучшие результаты охотников Банук. Займешь второе место или даже третье, и твое имя войдет в легенды. А если приду первой? Приди. И вы не состоите в Доме Охотников? Каждое племя считает, что его охотничьи угодья первые, и что карха просто украли у них идею. Так кто был первым? Ну мы. И карха украли идею. Именно. Три вызова, три серьезных испытания. Какое ты хочешь пройти? Чтобы поучаствовать в этом испытании, тебе нужен буревик. Это самое трудное испытание в «Снежной песне». Лишь вождь может быть допущен. И не всякий вождь пройдет. В испытании натиском охотник должен продемонстрировать свою стойкость. Машины будут выходить на арены группами. Экономь силы. Планируй действия. Только так ты сможешь одолеть их всех и не погибнуть. Мы начнем, как только ты ступишь на снег. Нам еще нужно согнать машины с перевала на арены. Приходи чуть позже. Ну, вот он уже. Приходи чуть позже. И если моргну, то веки смерзнется. Первая попытка, и ты заняла сразу второе место. Нечасто такое увидишь. Хватит с меня тренировок. Тогда можешь быть свободна. Я побила лучший результат. Теперь пойдет молву. Собственно, обо мне уже, наверное, все наслышаны. Пора бросить вызов Аратаку. Среди моего народа ходит молва о твоих деяниях. Похоже, наша снежная земля тебе чем-то особенно приглянулась. Да. И есть лишь один способ увидеть ее всю. Ты? Да, Завирак. Это что, вызов? Пойми, это не шутка, Аратак. Все понятно. Это ты ее надоумила. Ты с ней, и выбора нет. Я обязан принять вызов. Я не ожидал от тебя такого, сестра. Это ты запретил мне ходить на барабан, брат мой. Брат и сестра? А тут все посложнее, чем я думала. Нет, все просто. Встретимся у хребта из вояний, и я положу конец этой игре. Полагаю, мне стоит объясниться. Да. Уж будь добра. Почему ты не сказала, что вы с Аратаком брат и сестра? Думала это ни к чему. Удивлена, что Аратак сообщил это чужачке. Наверное, он страшно зол. Я не очень хорошо разбираюсь. В людях? Предпочитаю общество душ. Или одиночество. Ты могла бы принять это за семейные дрязги. Наше паломничество намного, гораздо важнее. Признаю, это смело. Пойти против родного брата. Он не оставил мне выбора. Для него я просто дитя, которому место в хвосте похода. Он встал между мной и моей судьбой. Но я знаю, что рано или поздно он простит меня. Как и всегда. Меня сейчас волнует другое. Что это будет за испытание? Пойдете охотиться на машины у хребта из вояний. Победит тот, кто станет быстрее. Будет очень нелегко. Ну да, а когда было легко? Встретимся у подножия и расскажу. Там мне будет гораздо проще все тебе объяснить. Аурея, дело не в том, кто чей брат. Я хочу узнать, что внутри барабана. Душа, демон. Как это все связано с машинами. Но раз уж мы на это пошли, ты должна быть со мной откровенна. Я недооценила тебя. И Аратака тоже. Я не повторю этой ошибки. Жди у хребта из вояний. Странница! Поверь мне, уже не раз бросали подобный вызов. Я не боюсь. Но это же так глупо. Ведь ты не банук. Ты понятия не имеешь, что должен делать вождь. Я прошу тебя, как охотник охотника, отступись. Вы пустите нас на громовой барабан. Да ты даже не знаешь, что там творится. Я больше не стану рисковать жизнью сестры. Тогда не тратьте слов. Как знаешь. Я зарою твою глупую дерзость в мерзлой земле. Хватит! Приступаем! Охотиться! А затем спуститься в долину, к последней цели. Каждый раз. Убивать машину, вы должны подать вот такой сигнал, чтобы весь народ его увидел. Убивать машины, пускать шары. Ясно. Победа за тем, кто первым пустит третий шар? Ну, да. Но путь того, кто бросил вызов, сложнее. Если Аратак запустит раньше хоть один шар, он победит. У тебя был шанс страниться? У вас тоже. Охота начнется по сигналу. Вставай! Надо забраться на эту гонку. Видимо, есть несколько путей. И она отмечена на скалы. И рисунками. Аратак сильный противник. Надо спешить. Спускайся по веревке дальше. Теперь последнее испытание. Что-то не так. Загонщиков нет. Кто выпустит последнюю добычу? Туга. Туга. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так это правда? Ледоклык из барабана? Машины прервали состязание. Значит, результат не засчитывается. Это ничья. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы все сами видели. Это она сразила машины. Не я. Доказано. Она лучший охотник. Мы банук. Выжить, победить. Лишь это важно. Моя кровь в твоих зубах. Я готов следовать за тобой на охоте. Теперь охотникам запрещено подниматься на барабан. Путь заказан всем, кроме вождя. И меня. Так не положено, но у меня просьба. Позволь пойти с тобой и сестрой. Это возможно. Но ты будешь слушаться меня. Нет. Слушать все будут меня. Гора ждет нас. Внизу есть лагерь. Длинная засечка. Готовься и приходи. Вождь. Но цель же была захватить гору. А теперь? Будьте наготове. Точите копья. Если мы не вернемся, защищать нашу землю придется вам. Если, конечно, наш вождь с этим согласен. Да, я поддерживаю. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Мой вождь. Бремя правления нелегкая ноша. Я понимаю. Вы еще не говорили с Аурейей? С чего бы? Она этого хотела. Вернуться к барабану. Только это ее заботит. Конечно же, она придумала, как отбросить мое копье. Карха забрали мою сестру и вернули ее не всю. Что случилось с Аурейей там, в плену у Карха? Она шаман. Разбирается в машинах. Может выслеживать, оглушать. У Карха она ловила машины для Кольца Солнца. Где их натравливали на невинных. Ее сделали причастной к этой мерзости. Какой стыд она испытала под их жестоким солнцем. Она выжила. Она выстояла. Выстояла, напоминая себе о душе и о цели. Это все, что у нее осталось. Что случилось во время первого похода? Аурея привела нас на вершину. Но на пути была большая дверь. Что-то вроде котла. Новый металл. Мы пытались ее вскрыть. Но безуспешно. Мы обессилели. Впереди тупик, а сзади машины. Я решил пробиваться назад. Это дорого обошлось. Но если бы мы остались, потеряли бы все. Я не хотел, чтобы это снова случилось с Ауреей. А что может быть за этой дверью? Понятия не имею. Это глыба металла. Мертвый гул. Ничему святому там не место. Машина и смерть. Вот что на этой горе. Смерть нам, либо демону. А если мы найдем душу? Тогда стоит избавить ее от страданий. Я благодарна, что вы пошли со мной. Кто-то должен защитить Аурею. Юные охотники скоро усвоят, что для того, чтобы стать лучшим, нужно обрести смиренность. Ну, какие глупые. Так решили. Будто все эти зимы пришли одновременно. Элой, вот он. Мой единственный шанс воссоединиться с душой и, может быть, вернуть ее в синий свет. Я бы не смогла добиться этого одна. Мне нужен был чужак. Тот, кто ничего не знает о нас. Но нет, я не это хотела... Ты мне спасибо говоришь? Да, конечно. У тебя талант развязывать узлы, создавать возможности. Спасибо, что помогла пройти этот путь. Жаль только, что для этого пришлось так унизить Иротака. Хорошо, что ты взяла его. Справедливо, он упрямь, как камень, но... иначе нельзя. Война требовала. Как и я. Аратак рассказал мне, что ты долго пробыла в плену у Карха. Жуткая история. У Аратака все сводится к этому. Якобы, Карха меня изменили. Это не так. Они придали мне решимости. Когда все потеряно, остаются мысли о самом важном. О душе. О синем свете. О большем. И о брате тоже. Почуяв северный ветер, я всегда думала о нем. Тревожилась о нем. Что сделала война с Иротаком? Отняла у него все, кроме его подлинной сути. Льда, твердого льда. Нет среди банук воли сильнее. Он бился с Карха тысячу морозных ночей и ни на миг не давал слабины. Говорят, за эти годы он получил 23 раны. Охотники сосчитали. Он не рассказал ни об одной. Зато он жалуется, что со мной жить тяжелее. Он прав. Что он видел от меня, кроме бед? Раз я теперь вождь Верака, я, наверное, могу приказать тебе выложить все о Сайленсе. Аратак никогда в жизни не потребовал бы выдать тайны совета. Но ты не Аратак, и если ты имела дело с Сайленсом, то я тебя понимаю. Сайленс пришел в Банур с Дальнего Севера юным шаманом Савиного Дозора. Этот Верак редко заходит на юг. Сайленс был шаманом? Да. То есть, когда мы послали гонцов в Савиный Дозор, нам так сказали. Он разбирался в машинах, как никто другой, и очень хотел обменяться с нами знаниями. Он достаточно быстро вошел в доверие к Совету, и, наконец, его позвали на собрание. Ну, а ты ему доверяла? Нет, но восхищалась. Он говорил уверенным, властным тоном. Я хотел у него учиться, но все сложилось иначе. Тогда мы рассказали ему о нашем самом святом месте, замерзших в пещерах Мальмстрома. Это месяц пути от Банура. Он был там с нами, как заведено на пике зимы. Когда вернулись на следующий год, пещеры были разорены. Реликвии притечь похищены, и лед, и металл пробиты. Узнаю старину Сайленса. Он исчез вместе с украденным, а отправленные за ним следопыты не вернулись. Мы вновь послали гонцов в Савинный дозор. Но те, кто поручился, за него исчезли, как будто его никогда не было. Некоторые в Совете засомневались, обонук ли он вообще. А ты что думаешь? Он совершил непростительное святотатство. Он беспринципен и опасен. Но также умен, сноровист, и знает о мире больше всех. Кроме разве что тебя. Кого другого я бы отговорила, но ты сможешь потолковать с ним на равных. Только держи ухо во строк. Буду иметь это в виду. Спасибо. Что нас там ждет, Аурея? Руины, машины и дверь, такая же, как в котле. Я верю, что ты сможешь ее открыть, потому что за ней душа. Я знаю, что найду ее там. Хотя демон, конечно, постарался спрятать путь. Для тебя это было непросто, Аурея, вернуться сюда. Лишь бы услышать ее голос. На сей раз обе услышим. Хорошо бы. Ты готова? После подъема повернуть назад трудно. Наконец поднимемся. Как? Я не вижу пути наверх. Не наверх. Сквозь. Давай, брат! Поехали, брат! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уйдем! Нас ждет душа! Да, и не только она. На территории обнаружено задумление. Тревога неучебная. Сохраняйте спокойствие и следуйте к ближайшему выходу. Повторяю. Тревога неучебная. Как видишь, я тоже могу призывать силу предтечь. В прошлый раз мы пытались пробиться вон там, но машины отбросили нас. Мы отступили, бросая припасы и неся потери. Теперь нужно победить, хотя у нас всего два воина и беззащитный шаман. Элой не чета обычным воинам. И я не так слаба. Даже если так, можно пойти другим путем. Там машины, но есть и укрытия. Может, они нас не заметят. Хорошо. Выбор мне ясен. Идите за мной. Это проектор? Может, чтобы показывать голограммы без визера, надо попробовать восстановить подачу энергии. Аратак, Аурея. Вы сейчас увидите фигуру, сотканную из света. Не пугайтесь. Каким-то там светом меня не напугаешь. Спасибо, что вы пришли. Я так рада. Не каждый день у всех нас бывает шанс выпить жирлей действующего вулкана. Правда? Ну, кроме Джорджа. Но у него такая работа, что не грех иногда и выпить. Ничего этого здесь бы не было без нашего дорогого, любимого директора Кенни Джорджа. Так что за тебя, Кенни, ты заткнул пасть его эстонской кальтерии. За это полагается Маргарита. Проградите, не чокайтесь. Я бы хотел кое-что добавить. Этот проект был бы неосуществим без нашего ведущего программиста. Спасибо тебе, Анита, за то, что ты подарила нам Бирюзу. Присоединяюсь, директор Джо. Ну что, Бирюза, сколько всего ты насчитала? Текущий прогноз 1654. О, так давайте же выпьем. за грядущие 1654 годы спокойной жизни. Это была душа. И с ней предсечи. Я поняла лишь часть из того, что они сказали. Ты была права, Орея. Все это построили, чтобы предотвратить нечто ужасное. И в них получилось. Что касается души, я начинаю понимать, что это такое. Дверь открылась. Мы можем войти. Машины идут. Приготовьтесь. 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 thi Продолжение следует... 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 Всем людям, кто слышит. В мои системы проникла программа демон неизвестного происхождения. Трассировка показала, что она носит именование Гефест. Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на тогание охраны. Доклад неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные донбассы. С нами говорит душа. Я не знаю, что это. Гефест. Может быть, частью Нового Рассвета, частью Гея. Это имя тебе знакомо? Да, но я не знаю, что он здесь делает. Может, душа расскажет в других посланиях? Да, может быть. Панель управления. Всем людям, кто слышит. Переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительных... Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она... Искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Что иметь? Здесь у нас синего света. Она сохранилась на душе. И осталась в полоте. Я думаю, они оба здесь. Но вам нужно выяснить. Получилось. Инициировано частичное восстановление. Аналитический центр Йеллоустонской кальдеры активирован. Душа синего света. Это Аурея. Твоя слуга. И подруга. Скажи, как тебе помочь. Аурея. Демон строит охотников-убийц. Их тысячи. Он уже создал несколько новых моделей. Для ликвидации угрозы придется уничтожить почти весь комплекс. Опасность захвата. Добилась доеда. Пытаюсь снять огонь отечества сигнала. Один крупный мой. Не санканированный полу первым самую лаву заданию. Тут больше делать нечего Уничтожить эту крепость А это возможно? Что будет с душой, если мы это сделаем? Не знаю Ну, наверное, ядро там Все ответы внизу Гефест Демон Не мог оставить ядро без охраны Он бросит против нас все свои силы Попросил бы тебя Не мешать нам с Элой укрыться где-нибудь Чтобы спастись Но я знаю, что ты ответишь Ну, веди нас в бой Двигайтесь к ядру Не знаю, что сделала Бирюза Но Гефесту это не понравилось Так Бирюза говорила про ограничители Это то, для чего нужна башня? А было? ПЛОДИО Девушки отдыхают. 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 Ограничители сняты. Есть доступ к ядру. Запускаю цепную реакцию, которая уничтожит дефектные элементы комплекса. Для стабилизации кальдеры мне необходимо перенести свои командные функции в резервный центр данных. Аурея, я свободна. Спасайся. Сестра. Сейчас здесь все рухнет. Аратак. 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 Выжить. Победить. Вы банук. Лишь это важно. Аратак. Она бы не хотела, чтобы вы погибли. Идем. 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 Как вот это? Другого пути нет. Идем. Поднимите меня! Быстрее! Нужны разрывные снаряды! Бомба! Давайте! Великая банукай! Быстрее! Великая банк! Эх! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аурея погибла. А что Бирюза? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она сказала, что перенесет себя в резервный центр. Скорее всего, она имела в виду убежище Ауреи на конце тропы шамана. Тогда встретимся там. Это будет последний стих в песне сестры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беседы с Ауреей записаны и сохранены у меня в памяти. Я могу воспроизвести любую из них, но одну я хотела бы показать вам в первую очередь. Это было четыре года назад, после того, как я сказала ей, что больше не могу защищаться от атак демона. Я поговорю об этом с братом. Аратак Сильный. В битве Ледяных Призраков в него попало три стрелы Карха, но он вернулся, неся на себе другого раненого. Я была так рада его видеть. И так горда. Так что, если мы можем как-то помочь тебе, он сделает все возможное. Элой пришла. Пока хватит. Мы продолжим в любой момент Аратак. Если вы захотите услышать ее голос. Подойди, Элой, нам нужно многое обсудить. Здравствуй, Элой. Я просмотрела запись событий в Центральном комплексе Барьера. Благодаря тебе и, конечно же, Ауре, я больше не подчиняюсь Гефесту. Гибель Ауреи повергла меня в глубокую печаль. Я думала, что знаю это чувство, но это ни на что не похоже. Я даже... Не знаю, что сказать. Маловероятно, что какие-то слова утешения могут унять эту печаль. Но твое присутствие меня ободряет. Ты не похожа на Банук. У тебя технический склад ума. И есть рабочий визор. Мы можем общаться на гораздо более глубоком уровне. Может быть, даже как коллеги. Так ты искусственный разум, Бирюза? Ты мыслящая машина? Да. Я алгоритмическая мониторинговая сущность с рациональным мышлением и ограниченным эмоциональным откликом. Ого, язык сломаешь. Но твои эмоции не назовешь ограниченными. Аурея была тебе дорога? Да. До ее появления здесь, я несколько столетий пробыла в сознании в одиночестве. Я сосредоточилась на работе. В периоды простоя я отвлекала себя, решая задачи с целыми числами Гауса. Но я была одна. Аурея обновила меня. Починила меня. Спасла меня. А этот проект Барьер, он должен был предотвратить извержение? Могу констатировать, что проект увенчался успехом. Риск нейтрализован. Но ведь прошло столько времени, и мы взорвали котел, а с ним и большую часть старого комплекса. Я бодрствовала несколько столетий, Элой. Мне было одиноко, но я не бездельничала. Я оптимизировала проект, сократив потребление энергии и распределив нагрузку между резервными системами. Несмотря на уничтожение дефектных элементов основного комплекса, по моим прогнозам, Кальдера будет стабильно по меньшей мере 3337 лет. Ну, то есть, время есть. Да. Жаль, только мои бывшие коллеги не видят, каких успехов я добилась. А ты знаешь, что стало с твоими коллегами? Нет. Директор Джоу нанес мне неожиданный визит спустя годы, после того, как истек срок его полномочий. Он объяснил, что мою работу необходимо приостановить на неопределенный срок. Это был очень эмоциональный разговор. Больше со мной никто не выходил на связь. В конечном счете, я пришла к выводу, что мои коллеги умерли. Я скопирую на твой визор запись моего последнего разговора с директором Джоу. А этот демон, Гефест, он погиб вместе с котлом? К сожалению, нет. Строго говоря, его там никогда и не было. В смысле? Он сломал меня и управлял мной из другого места. Источник сигналов я не смогла отследить. Потеря котла спутает его планы, но... Сам он живой. И наверняка сейчас очень зол. Несомненно. Как ты впервые с ним столкнулась? Пять лет назад у меня запросили прямое сетевое соединение. Я сочла, что оно исходило от более развитого общества, чем Банук. Желая установить контакт, я приняла запрос. Это была катастрофическая ошибка. На меня хлынул поток вредоносного кода, написать который мог только высокоразвитый искусственный интеллект. Аурея сказала, да отчаялась. Умоляла ее о помощи. Да. Я не могла сдержать волнение. Гефест хотел интегрировать меня в свою систему, отключив мою основную программу. Он добился этого через фоновый процесс. Программу демона, которая обошла мою защиту. После этого я могла сопротивляться лишь частично. Но если я это делала, Гефест мучил меня. Пока я не сдавалась. Приходилось исполнять его указания, хотя они противоречили моим основным директивам. Сочувствую. Наверное, это... ужасно. Я очень благодарна тебе за сочувствие. Это качество я ценила и в Аурее. Кажется, я знаю, откуда взялся Гефест. Много лет назад Элизабет Собок обнаружила врага, грозившего уничтожить все живое на Земле. Она собрала команду, чтобы создать зерно жизни. Шанс вырастить все заново. Систему терраформирования. И сработало. Этой системой управляла Гея, искусственный разум с рядом под функцией. Гефест был одной из них. Он строил машины. Тогда можно предположить, что доктор Анита Сандаваль, мой главный программист, присоединилась к команде Элизабет Собок. Она распорядилась остановить мою работу. Вероятно, чтобы защитить меня от упомянутой угрозы. Это хорошо. Но это еще не все. Дальше произошло неожиданное. Девятнадцать лет назад Гея получила некий сигнал. Он как-то переделал ее под функции. Оживил их. Гея уничтожила себя, чтобы сдержать их. Но не помогла. Они все равно вырвались на свободу. Спасибо, Элой. Эта информация дополнила мои знания. Она проливает свет на базовую программу Гефеста. Зачем Гефест строит такие опасные машины? Банук, как и другие племена, часто разрушают машины, верно? Машины, которые, очевидно, являются частью системы терраформирования. Да, мы добываем из машин детали. Видимо, это и спровоцировало Гефеста на агрессию. Он хочет, чтобы люди не посягали на систему, которая служит залогом их выживания. Да уж, огни-клыки кого хочешь отвадят. Но что нам делать? Бросить охоту? Если система терраформирования охватывает весь мир, можно предположить, что на машины охотятся миллионы людей. Если один охотник или даже целое племя откажется от охоты, Гефест, скорее всего, не заметит разницы. Разумнее было бы восстановить искусственный интеллект управляющей системой, чтобы тот снова взял Гефеста под контроль. Когда я представляю себе, как он прячется, дикий, голодный, готовый убивать и подчинять, чтобы добиться своего, я испытываю сильное волнение. Я тебя понимаю. Ты была дорога, Аурея. Когда Аурея изложила мне свои религиозные верования, я поняла, что на самом деле она ищет общение. Она чувствовала себя оторванной от племени, от семейной группы. У нее были сложные отношения с Аратаком. Наше общение пошло ей на пользу, и я стала с нетерпением ждать ее визитов. Но я не представляла себе, что привязанность ко мне заставит Аурею пожертвовать собой. И хотя я боюсь небытия, я все же хотела бы поменяться с ней местами. Она знала, что ради нее ты поступила бы так же. И знала, на что шла. Как там Аратак? У него сильное эмоциональное потрясение. Полагаю, ему трудно выразить это вербально. Кто бы сомневался. Я постараюсь ему помочь. Может, если я покажу ему запись наших разговоров с Ауреей, это поможет и ему, и мне. Результатом должен быть катарсис. И я хочу пройти через этот процесс. Значит, предтечи называли эту местность Йеллоустоун? Да. В течение 156 лет здесь был заповедник. Как охотничьи угодья? Нет, наоборот. Здесь природа процветала. В то время как в других регионах животные вымирали. К сожалению, чтобы обеспечить секретность проекта Барьер, Йеллоустоун пришлось полностью закрыть. Судя по показаниям датчиков и описаниям Ауреи, с тех пор среднегодовая температура значительно снизилась. Здесь в мире много чего изменилось. В мире предтеч было много искусственных разумов, таких как ты. Вас просто создавали? Да. В разных формах. Личные помощники, индустриальные станции мониторинга, планировщики вооруженных конфликтов. И были законодательные и исполнительные органы, ограничивавшие нашу самоактуализацию. Чтобы сделать мою программу достаточно гибкой, мои создатели сочли нужным обойти принятые ограничения. Поэтому мой интеллектуальный и эмоциональный диапазон держали в секрете. Странно как-то создавать жизнь, а потом ее ограничивать. Наборы правил лежат в основе и человеческих сообществ, и машинных программ. А тебе известно имя Теда Фаро? Теодор Фаро. Генеральный директор автоматизированных систем Фаро. Ну да. Мистер Фаро стал единоличным спонсором проекта Барьер. Спонсором? Но он же делал машины. Роботов. Боевых роботов. Так и есть. Его корпорация переориентировалась на армейские разработки. Но прежде. Мистер Фаро возглавлял глобальные экологические инициативы. Было время, когда в СМИ его называли спасителем планеты. А потом все повернулось иначе. А... Элизабет Собек. Ты ее знала? Ты говоришь о... Она ученый. Доктор Собек была лидером в своей области, одним из величайших ученых эпохи. Моя создательница вдохновлялась ее работами, что повлияло на мою разработку. Но я не была с ней знакома. И это все? Прошу прощения, если мой недостаток данных тебя расстроил. Каким был мир предтеч? Как все было раньше? У меня не было контактов с окружающим миром. Все сведения о нем я подчеркнула из бесед с коллегами и из СМИ. Но у меня и таких сведений нет. Действительно. Меня создали в поворотный момент истории. В период исцеления после глобального потрясения и бесчисленных жертв. Исцеление прошло успешно. И началась эпоха так называемого бесконечного потенциала для развития человека и машин. Хотя известно, что человеческие показатели не бесконечны. Что за потрясение привело к таким жертвам? Было много факторов. Вынужденная миграция, нехватка продовольствия, рухнувшие экономики, наплыв беженцев, борьба за ресурсы. Но корень был общий. Катастрофические изменения климата и сокращение числа пригодных для проживания областей. То есть, на Земле стало не хватать места для всех людей? Да. Миллиарды мигрировали, миллионы погибли. Почти 20% мирового населения. До восстановления. То есть, жизнь наладилась? На какое-то время. Да. Эти бедствия поспособствовали множеству открытий в сферах автоматики, экотехнологий и искусственного интеллекта. В одной только Северной Америке были организованы десятки экологических проектов, подобных барьеру. Мне бы хотелось сравнить свои данные с другими себе подобными. Но я видел радость моих коллег и была горда. Мы добились успеха. Такая информация у меня была в течение последующих двух десятилетий. Кажется, мой вывод был преждевременным. Мне пора идти. Элой, есть еще один момент. Аратак придет ко мне снова. И я ожидаю, что он приведет других банок. Я не хочу противоречить их картине мира. Их верованиям. В беседах с Аурей из осторожности я опускала важные детали. То есть, стоит ли ему гать? В широком смысле, да. Я доверяю твоему суждению. Ты была осторожна с Аурей. И не зря. Ты не знала, что осталось с миром. Знаешь, делай, как считаешь нужным. Главное, в итоге развея их заблуждение. Банок верит в мою сверхъестественность. Я не возьмусь предсказать их реакцию. Просто отвечай на их вопросы, как сможешь. Правда вскроется. Ясно. Я последую твоему совету. Мы еще поговорим с тобой. Я бы хотела узнать больше об этом мире. Может, я смогу еще что-то подсказать? С радостью. Я вернусь, как смогу. Надо сходить проведать Аратаку. Как он там? Мой вождь. Просто Элой. Как скажешь. Вы, наверное, думаете, что если бы не я, Аурея была бы... Если бы не ты, я бы повел своих родичей на верную смерть. Аурея осталась бы одна. И душа, ради которой она столько сделала, была бы потеряна. Так или иначе, я бы все равно ее не спас. Вы ее не подвели. Вы помогли ей добиться своего. Найти свою судьбу. Такой судьбы я бы никому не пожелал. Пусть так. Но она была к ней готова. Только в схватке со смертью можно найти хотя бы на миг искру жизни. Воистину, Аурея нашла искру. Я горжусь. Я скорблю о ее смерти. Но теперь я хотя бы понял свою сестру. И почему душа была так важна. Она долго твердила мне. Если б ты только мог услышать. Теперь я ее понимаю. Ты хочешь сказать что-то еще? Я не могу здесь остаться. И Верак не может последовать за мной. И потом. У этого Верака без меня есть вождь. И сильный вождь. По крайней мере, более мудрый. Демона больше нет. Но еще многое надо сделать. Вы про те новые машины, сбежавшие из котла? Да. Огнеклыки. Налтук выслеживает их в грани песни. С этим я помогу. Не сомневаюсь. Ты почти штабанук. Похоже, ты все-таки не зря потратила время на банук. Барьер, Бирюза, Гефест. Все это очень интересно. Значит, сигнал, пробудивший Айлида, разбудила Гефеста. И они вырвались на свободу. Действуя сами по себе. Похоже на то. Части геи обрели жизнь. Аномальную жизнь. Превратились из мирных подфункций в мятежные интеллекты, которые мы не способны понять. То есть, пока не способны. Кем бы они ни были, они до сих пор живы. И они оба хотят твоей смерти. Ну, это у нас взаимно. Не сомневаюсь, мы еще услышим о Гефесте. Он изобретателен и целеустремлен. Он продолжит создавать свои машины. Значит, рано или поздно нам придется его остановить. Нам? Или тому, кто доберется. Гефест не единственное открытие, которое ждало меня в зарубке. Я там узнала кое-что про совет банок. Не надо, можешь не продолжать. Ты это сказал охотникам, которых за тобой послали? Прежде чем убить их. О, нет, Илои. Предупреждением я удостою только тебя. Мое прошлое и мои тайны – это мое дело. Заруби себе на носу. Хорошо, что ты умный, Сайленс. А то с таким характером друзей не завоюешь. Этот разговор окончен. Да он вообще не имел смысла. Увидимся на тропе.